Добрый день! Прежде всего, мне бы хотелось сказать, почему мы присоединились к этому проекту, к этому автобусному отраслевому туру «Аграрная Россия». Мы хотим обратить внимание, насколько важно понятие «здоровая почва», насколько важно создать и поддерживать здоровую почву на тех полях, где выращивается корма. Что такое здоровая почва? Здоровая почва – это та почва, которая работает как экологическая система, в которой сбалансирована работа биота, и созданы все физико-химические условия для того, чтобы эта биота существовала, была достаточно обеспечена влагой, достаточно обеспечена воздухом. Давайте посмотрим, какая биота наиболее важная, хотя бы некоторыми основными блоками. Прежде всего, целлюлозолитическая биота. Что нам дает целлюлозолитическая биота? Она, в первую очередь, обеспечивает бездефицитный баланс питательных элементов. Дело в том, что биота, разлагая пожниванные растительные остатки, запускается процесс минерализации, в результате которого освобождаются все питательные элементы, которые в дальнейшем используются культурой. Второй момент – это гумификация. Дело в том, что тоже целлюлозолитическая биота, разрушая целлюлозу, образуется лоббильное органическое вещество, которое является основой физических параметров. И как раз то содержание агрономических ценных агрегатов, которое в оптимии должно быть 60%, оно удерживается при оптимальном наличии лоббильного органического вещества. Ну и нельзя не сказать о таком очень важном нюансе, как промывной режим. Дело в том, что, как правило, молочное производство, производство кормов, находится в зонах с промывным водным режимом. И если мы с вами будем поддерживать емкость катионного обмена в оптимальном состоянии, мы будем удерживать питательные элементы в корнеобитаемом слое и не давать им спускаться в нижние слои. То есть это тоже емкость катионного обмена, оптимальная емкость катионного обмена, обеспечивается как раз лоббильным органическим веществом. Следующая группа микроорганизмов – это, конечно, те микроорганизмы, которые обеспечивают биологическую доступность питательных элементов для растений, на основе которых потом формируется корма для животных. Это и азотфиксаторы, и нитрификаторы, это фосфатмобилизирующие бактерии, это различные серы бактерий. Это, как правило, аэробные бактерии, актиномицеты, и поэтому, поддерживая оптимальный воздушный режим, мы будем поддерживать оптимальное функционирование этой части биоты. Нельзя, конечно, не сказать и о антагонистической активности микроорганизмов, которая помогает нам сдерживать развитие фитопатогенных грибов, не давая развиваться корневым гнилям пятнистой. С одной стороны и с другой стороны, минимизируется риск выделения и загрязнения кормов, кормовых трав микотоксинами. Ну и в завершении, конечно, не менее важная часть биоты, которая должна эффективно функционировать именно в формате здоровой экосистемы. Это та биота, которая использует в качестве своего питания как раз различные загрязнители, пестициды и другие загрязнители. Таким образом, мы с вами, поддерживая этот блок, эту группу биоты, обеспечиваем самоочищение почвы. Вот на самом деле, даже на небольшом примере, мы с вами увидели, насколько важно поддерживать здоровье почв при корме производства. И то, что здоровье почв является важным фактором устойчивого получения качественных урожаев для наших животных. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...